В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Трудный выбор. Лето 2014-го, вопреки пророчествам синоптиков, хоть и не оказалось аномально душным, зато уж точно обещает быть жарким с точки зрения политической. Традиционно этот сезон пляжей и отпусков характерен скукой, информационным затишьем, но только не в этот раз, когда решается судьба властного Олимпа. Одновременно со стартом предвыборной губернаторской кампании, исход которой для большинства отнюдь не интрига, в регионе скоропостижно началось, скажу так, усовершенствование системы местного самоуправления. Не успел президент подписать соответствующий федеральный закон 27 мая, как не прошло и трех недель. В Самарской губернской думе 10 июня принялись спешно рихтовать избирательную систему. Начались глубинки. Население села и муниципальных районов лишили привычных прямых выборов. Теперь глав на местах будут выбирать не жители, а депутаты своего же состава. Это судьбоносное решение, принятое большинством голосов, заставило областных депутатов вспомнить такой давно подзабытый жанр, как парламентская дискуссия. Сразу три фракции выступили против поспешных перемен. Лидер справоросов Александр Колычев напрямик спросил, зачем от хорошего искать лучшее. Мы знаем, какая работа проводится на местах. Мы знаем, что тот институт, который создан, он на сегодняшний момент отработан. Какую революцию надо еще делать. Тем более президентский закон дает широкие полномочия оставить выборы. Коммунистов, эсеров и ЛДПРовцев, ставших в оппозицию, долго убеждали в том, что в местном самоуправлении давно пора навести порядок. Губернатор привел вопиющий пример. Кротовку помните ситуацию? Избрали. Привел каких-то совсем непонятных вещей. Потом пропал почти на год. Всенародные избранные. Поселок бросили. И мы никак не могли это регулировать. Вопрос еле-еле в течение там почти год занимался департамент по борьбе с коррупцией. Что для того, чтобы отрегулировать в Кротовке вопрос. Мы хотим, чтобы дальше так продолжалось? Не хотим. Впрочем, где гарантия того, что из Кротовки не сбежит и следующая глава, уже выбранная из числа депутатов? Еще один аргумент в пользу спешки прозвучал от заместителя главы администрации губернатора Владимира Бургунов и презентовал законопроект. Если не поторопиться, уверен чиновник, момент будет упущен. И в Богатовском районе, где вот-вот состоятся выборы, не успеют соблести все формальности, чтобы обкатать новую схему. Да и что тянуть, если народ вроде не против? Если сегодня мы не примем этот закон, то территориальные органы Министерства юстиции не смогут зарегистрировать уставы муниципальных районов в новой редакции. И, соответственно, в районах возникнет неопределенность относительно того, по какой схеме работать, по старой или по новой. Но эти доводы Бургунова не убедили ни справоросов, а ни вообще категорически против отмены прямых выборов, ни жириновцев, которые хоть и поддерживают концепцию закона, но считают, что в таком деле спешка ни к чему. Я считаю, что это был не аргумент. Я считаю, что такие, скажем так, вопросы, они планируются заранее, то есть они прорабатываются заранее. Есть ответственные за это люди, которые должны были все это вовремя подготовить. Мы по этому законопроекту заняли позицию не голосовать, и не голосовать только по той причине, что закон был действительно ввесен в спешке. Политические партии, в том числе фракции ЛДПР, не были допущены к разработке данного законопроекта. У нас были свои предложения, были свои поправки, которые, я считаю, имели место быть и реализованы на земле. Мы просто не можем голосовать за то, чего на самом деле, скажем так, не проработано некачественно. Для всех очевидно, что это действительно спешное решение. Не был использован тот срок, который отведен президентом России Путина, Владимир Владимирович, в течение полгода внимательно изучить вопрос и принять. Все приводят пример Московской области, где три есть территории, которые, первая территория, где принято решение прямых выборов, вторая часть территории, где принято решение сети-менеджеров, и третья часть территории, которая была передана на откуп, тоже можем по этому пути пойти. Нас опередила Московская область, которая в трех чтениях умудрилась отшарашить, отксерокопировать этот закон у себя. Заодно, буквально в течение нескольких дней, лишив 22 муниципалитета возможности выбирать напрямую своего мэра. Чуть позже в Самарской губернии это приключилось. На мой взгляд, это связано с политическими интересами Меркушкина, которому важно, чтобы сразу после его переизбрания на пост губернатора, а это, в общем-то, уже практически не обсуждается, исход компании, сразу же после этого была бы возможность, вот то, что он называет наводить порядок в муниципалитетах, в его исполнении наводить порядок, это значит иметь подконтрольных мэров, людей, которые будут назначаться благодаря ему, контролироваться им и полностью ему подчиняться. Но, может, и неплохо, если таким образом и впрямь наведут порядок там, где в этом нуждаются, поставят на место зарвавшихся удельных князьков. Но, вероятно, не во всех районах и селах ситуация требует операционного вмешательства. Есть и успешные всенародные избранные главы. Приводит в пример депутат Юрий Еременко те же Хворостянские и Кенельские районы, где уровень поддержки власти населением очень высок. Еременко говорит, в таком деликатном деле, как избрание руководителя муниципального образования, нельзя пытаться причесать всех под одну гребенку. Это опасно и несправедливо. Каждая территория, она индивидуальна. Если она индивидуальна, то тогда на каждой территории должна применяться своя схема. Мы выступаем за вариативность, за учет интересов и мнений населения, которые могут быть выражены различными способами. Сейчас у нас мнение населения спрашивали только на публичных слушаниях. Как производятся публичные слушания, все прекрасно знают. Наверное, было бы правильно, если у нас закон о местном референдуме, было бы провести, например, местный референдум, на котором определить, а как формировать. Это было бы, по крайней мере, действительно честнее и справедливо. Не везде есть, скажем так, проблемы с кадрами. Есть действительно сильные районы, где есть сильные управленцы, которые пришли к этой власти, скажем так, всенародно избранными. А есть действительно проблемы, их много в Самарской области, где качество уровня власти, качество тех руководителей, скажем так, не идет на пользу людям. Однозначно, я за вариативность, однозначно, эта норма дает федеральное законодательство, то есть оно никакое не жесткое, абсолютно. Я думаю, что было бы неплохо, если бы, скажем так, ставить не жесткие рамки, а людям дать возможность самим определять, как им жить. Федеральный закон в этом смысле и впрямь гораздо демократичнее. Он предлагает четыре варианта реформирования системы местного самоуправления. Впервые грядущий перемен анонсировал в своем декабрьском послании Федеральному собранию Владимир Путин. Тогда многие эксперты всерьез опасались, что все в итоге сведется к банальной отмене выборов мэров крупных городов. Но на своей ежегодной девятой пресс-конференции президент развеял подозрения. Все-таки мэров назначать или выбирать, или вообще отменять? Мэров, конечно, только выбирать. Мы члены Европейской Хартии, но дело даже не только в этом. Дело в том, что муниципальный уровень – это самый близкий уровень власти к людям, к народу. И поэтому, конечно, это должны быть такие люди, руководители муниципалитетов, должны быть такими людьми, которых граждане знают, знают лично, могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию. Там целый клубок вопросов. Я призвал к тому, чтобы еще раз вернуться и решить эти проблемы окончательно. Но я специально не стал предлагать каких-то решений. Я, наоборот, обратился как раз к муниципальным объединениям с тем, чтобы они сами в диалоге с руководителями регионов предложили эти решения. Я и сейчас не хочу высказывать свое мнение, потому что я просто опасаюсь, что тогда оно будет считаться окончательным и помешает свободной дискуссии. Я хотел бы, чтобы люди поговорили об этом открыто и высказали свои аргументы за или против определенных решений. Но что очень важно, это то, что я вот недавно встречался совсем с руководителями муниципальных образований страны. Там очень хорошие кадры. Я знаю, что их ругают больше всех. Ну и правильно, потому что, вы знаете, это самый передовой край борьбы за лучшее будущее. В Иркутской области, например, эти слова президента уже восприняли как руководство к действию и по инициативе губернатора сохранили прямые выборы и мэров, и глав сельских поселений. Тамошние власти заявили, так называемый институт сети менеджеров себя не оправдал, потому как цитата у него очень сильна конфликтная составляющая между главой администрации и председателем думы, потому что первый слабее второго, ведь он не избирается жителями. О несовершенстве этого института, впрочем, как и любого другого, давно говорили и независимые эксперты, и чиновники, тот же Виктор Басаргин, когда еще возглавлял Минрегионразвития. Само же понятие сети менеджер, наемный глава администрации, который выполняет только хозяйственные функции, появился в России в 2003 году, а массовый пик перехода на эту систему случился в 2006. Тогда новый порядок приняли 4000 муниципальных образований, а к 2009 году их число возросло до 9000. Считалось, что такой вариант управления городом станет панацеей, когда глава администрации, отвечающий только за хозяйство, не будет втянут в политические игры, и это пойдет на пользу. Где-то так и произошло, а где-то, как в той же Иркутской области, это стало не лучшим решением. Ведь, по сути, власть в городе разделена. Есть глава, выбранная из числа депутатов, есть наемный управленец. И зачастую они не могут поделить ответственность. Каждый тянет одеяло на себя. Поэтому прежде чем решиться на такие перемены в Самаре, нужно 7 раз отмерить, уверены почти все опрошенные мной эксперты. Коллеги из муниципалитетов рассказывали об опыте в Саратовской области. Половина муниципалитетов поддерживает назначение, а половина поддерживает прямые выборы. Потому что назначенцы не всегда, скажем так, дают нужный эффект. На этот нужный эффект, в том числе и потому, что возникает некое противостояние. Противостояние одной ветви власти, другой ветви власти. Такая практика пошла среди назначенцев, что это представители других территорий. И в законе нет конкретного указания на то, что это должен быть представитель именно этой территории. Значит, людей это очень сильно волнует. Потому что пришлые, так сказать, варяги на территорию, у них совсем другие интересы. Нежели интересы у жителей. Иногда они могут друг друга не слышать, не понимать. Нельзя сравнить все города. Они абсолютно разные. Самара особый город. Особая политическая обстановка. А особое взаимодействие политических, финансовых элит. На сегодняшний день, я считаю, что вот эта норма, которая будет позволять назначать мэров для Самары, для Тольятти, она пойдет только на пользу. Я пока не знаю ни одного, к сожалению, случая, когда вот такого рода наведение порядка в муниципалитетах с отменой прямых выборов мэров привело к чему-то положительному. То есть покажите мне те регионы, которые вдруг стали неким Тайванем внутри российского региона. До тех пор пока не будет положительных моментов, связанных с подъемом муниципалитетов, в которых отменены выборы мэров. Я считаю, что распространять эту практику на большое количество регионов было бы неправильно. Вопрос по большому счету идет, да, будут выбираться мэры крупных городов или не будут. Да, давайте вот вещи своими именами. Проблема нашего города, вот сейчас все говорят, как тяжело в Самаре, насколько трудно и ныне действующей власти, потому что она тащит за собой глубокую проблему 25-летней давности, 25 лет в городе ничего не делалось. Ураницкий не должно, я считаю, мне кажется, вот это совершенно верная вещь, да, когда глава региона сам, исходя из какого-то своего понимания того, как работает глава муниципалитета, уже и определяет, знаешь, ты пойдешь на прямые выборы, а с тобой мы поступим следующим образом. Вот по этой схеме, безусловно, любая схема, она несет в себе как какие-то положительные моменты, так и отрицательные, здесь есть отрицательный момент, потому что все мы люди, и помимо каких-то объективных рабочих взаимоотношений, всегда есть межличностные взаимоотношения. Не люблю, например, да, вот никогда его не кушаю, там, на прямые выборы. Ну, невозможно, чтобы вся территория нашей Российской Федерации, значит, была, так сказать, под один вариант выборов. Где-то сейчас это выборы, где-то назначения и так далее. Мы же сейчас выбираем, будем выбирать губернатора. Значит, до выборов губернатора мы доросли, а вот до выборов своего руководителя на месте мы не доросли. Я считаю, что люди должны определяться самостоятельно. Люди непосредственно через референдумы, пусть это будет дороже, но это будет мнение и выбор каждого избирателя. Вот если народ скажет выбирать, значит, выбирать. Если народ скажет назначать, значит, назначать. Ну, а что же думает сам народ по этому поводу? Социологи говорят, почти 80% жителей считают, что мэров крупных городов должно выбирать местное население. Лишь 9% ответили, пусть глав мегаполисов назначают губернаторы. И 8% уверены, городоначальники должны избираться депутатами ЗАГСобраний. Таковы данные апрельского опроса Левада-центра. В Самаре такое социологическое исследование пока не проводили, но результаты БЛИЦ-опроса оказались схожими с общероссийскими. Я считаю, что выбирать. Почему так считаете? Ну, все-таки волю народа надо уважать, какой бы он ни был. Я все-таки в душе демократ. Однозначно выбирать. Более демократично. Вот. Более прогрессивно. Ну и однозначное излияние жителей города. Так что выборы. Люди должны сами решить, кто будет им править. Я бы назначал. Почему? Потому что эти выборы бесполезны, бестолковы, требуют много затрат, а результат ноль. Этот мэр, он довольно-таки лучше, чем другие. И порядок больше, и организация лучше, и уборку мусора. Вы сами заметили, что город стал чище. Ну, конечно, не так достаточно, как бы хотелось. Но все-таки работа есть, работа ведется. Довольно-таки серьезно. Площадок детских больше появилось. Народ выбирает для себя человека, который будет руководить городом, который будет заботиться о городе. Да я далек от политики, мне все равно. Ну, конечно, выбирать лучше. Чем же лучше? А тем, что мы все-таки будем знать, ну, хоть немножечко определяться, что человек думает о Самаре, а не тот, кого прислали, неизвестно откуда, и неизвестно, что там будет у нас. Все-таки хоть что-то, да мы это соображаем, мне так кажется. Нет, все-таки я думаю, что должен выбирать народ, в первую очередь. Вот, потому что, кого выберем, так и будем жить, как говорится, да? А если будут назначать, то назначь уже своего человека. Выбор все-таки должен быть, потому что назначение действительно и выдвигает определенные кандидатуры, да? Своим кругом решают что-то, где-то как-то, вдали от народа. Это неправильно. Безусловно, этот опрос может и не отражать объективную картину, показать ее может только референдум. Так что надеюсь, что осенью, когда дискуссия о выборах мэров крупных городов станет главной в политической повестке дня, те, кто принимает решение, не забудут спросить у народа, какой им нужен мэр, выбранный или назначенный. На сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»